Со скольки лет можно ходить на выборы и как волеизъявление влияет на жизнь общества? На эти другие важные правовые вопросы школьники отвечали на пятой городской олимпиаде, приуроченной ко дню молодого избирателя, который и отмечался в середине февраля. В этом году состязание проводится в два этапа. Первый прошел заочно, участие в нем приняли более двух с половиной тысяч учащихся старших классов из 31 образовательного учреждения. Нам очень важно, чтобы те ребята, которые принимают участие, впоследствии были активными избирателями города Сургута. И очень важно, чтобы приходили к нам на работу в участковой избирательной комиссии, чтобы все-таки ротация в составах комиссии была. Во второй этап прошли 243 человека, набравшие наибольшее количество баллов. Организаторы отмечают, что число финалистов в этом году стало почти на сотню больше. А это знак того, что школьники стали чаще интересоваться избирательным правом. Победители отправятся на Всероссийскую Олимпиаду Софиум, организаторами которой выступает Центральная избирательная комиссия России. Принимаю участие второй раз. В принципе, интересно право как предмет и сама юридическая отрасль. Я сейчас решаю тестовую часть. Есть сложные задания, конечно. И достаточно большое количество тем эссе, поэтому разнообразие тем есть. Задания на самом деле сложные, повышенного уровня. Я сдаю общество знаний на ЕГЭ. И я готовлюсь к обществу знаний. Мне это очень интересная тема на самом деле. У меня пока нет 18, но я очень жду, когда мне спонсор, чтобы принять уже участие в выборах. Продолжение следует...